Друзья, приветствую! Иван из Чебоксар прислал посылку с образцами масла Мобил Супер 3000X1 Формула FE. Свежая отработка. Это у нас А5Б5, СЛСФ и Фордовский допуск. Так, вот описание. Автомобиль, условия эксплуатации. Вот снизу подписано, какой режим эксплуатации. Иван проживает за городом, много ездит по трассе. Высокая средняя скорость, 36 км в час. Вот здесь даже картинка, кто не верит. Ну и понятно, что две баночки. Свежая отработка. Эталон у меня уже есть, я проверял. Сейчас сверюсь с тем эталоном этот образец. Но, правда, эталон, по-моему, уже достаточно давно я делал. Сейчас посмотрим. Так, по эталону. 10 было щелочное и 1,57 кислотное. Так, все я заложил. Сейчас посмотрим, что намерят в новом. 115 по противоизноске. Гликоля сажа 1,00. Ну, тут погрешность может быть. 1,67 кислотное на 1,10. И 10,7 щелочное, чуть выше. Да, я даже вот покажу вам сравнение спектров. Ну, в общем-то, спектры совпадают, на мой взгляд. Ну, некоторые различия есть. Может быть, это партия, а может быть, я даже... Ну, для погрешности великовата. Ну, вот... Может быть, чуть-чуть подправлена как-то чем-то, блин, не знаю, этот... Рецептура. Какие-то не добавлением отниманием, а просто заменой компонентов, я вот так думаю. Так, все, значит, это готово. И давайте сейчас посмотрим отработку. Это Renault Scenic седьмого года, 1,6 к4м, 812-113 сил, 350 тысяч пробега у автомобиля, 10 тысяч на масле, 278 часов при средней скорости 36 км в час, хотя у Ивана написано 300 моточасов. Так, смотрите. Противоизносных присадок 68%, гликоли нет, сажи немного, 0,02 для этого пробега хороший результат. Нитрова не нарастает. Так, и по кислотному 2,66 на единичку вырос. И 5,4 щелочное. Ну, практически на 50%, но, тем не менее, зазор еще есть у масла, как видите. То есть там практически 2,8. 2,8 еще единицы вот этой разницы между кислотным и щелочным. Да, это пропан-бутан. Забыл озвучить. Сейчас посмотрим, что произошло с вязкостью. Наливаю свежую отработку. Сравним. В общем-то, в этом режиме должно быть, на мой взгляд, все более-менее нормально, потому что движение по трассе, масло достаточно прогревается, чтобы выпарить конденсат и лишнее топливо, если оно есть. Хотя для газа это не так существенно. То есть он не может, по идее, заливать. Потому что, попадая в горячую камеру, он в газообразное состояние превращается. Да, видим, что есть небольшое разжижение. Я оценил его в 12%. Но это, скорее всего, конденсат. Может быть, перед тем, как пробу с ним снимали, это образовавшийся конденсат. Да, не забывайте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите новые видео и поможете в развитии канала. Так, и ресурс. Значит, что было, что стало. Я данные оставил эталона своего старого. Здесь, видите, возможно, что чуть даже получше будет. Ну и если моточасы верные у Ивана 300, то, естественно, тоже результат будет повыше. Но в любом случае, моющие нейтрализующие свойства 14800 километров, 412 моточасов. Да, видно, что повеселее, чем на бензине. И нейтрование. Это характерные, кстати, для газовых моторов 16000 и 449 моточасов. Но по вязкости, как видите, вообще проблем нет. То есть, я бы оценил, наверное, работу газа по сравнению с бензином. Хотя здесь сложно. Очень большой пробег у автомобиля. 350 тысяч. Тут уже может быть какой-то и износ естественный. Ну, я думаю, что где-то процентов на 30, наверное, все-таки газ дает преимущество по пробегу, чем бензин. По крайней мере, так. Ну, повеселее. Да, однозначно. Похуже, чем на хорошем дизеле. Но, тем не менее, лучше, чем на бензине. Ну и говорят, что да. Еще преимущество газа большое, что он, превращаясь в газообразное состояние в камере сгорания, не смывает со стенок масляную пленку. В отличие от бензина. Так. Ну, что можно сказать, в общем-то, по автомобилю вопросов никаких нет. С вязкостью все нормально. Сажи тут немного. Гликоли совсем нет. 68% противоизносных присадок. Ну, посмотрите, пробег все-таки 350. В любом случае, вместе с воздухом попадает кремний, частицы. И они, работая в масле, как абразив. Наносит ущерб парам трению. Так что, ничего тут удивительного нет. Вот такой получился тест. Благодарю Ивана за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.